Шаббат шалом! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава Китиса. Вчера мы остановились на том, что был мор, были убиты люди, которые сделали Золотого Тенца. Наши мудрецы говорят, что это были все из присоединившихся. В данном случае евреи не погибли. Очень странный комментарий, трудно его понять. Что дальше? Дальше Маше молится. Он хочет спасти народ. Он хочет опять, чтобы Всевышний нам доверял, чтобы мы получили Тору. В общем, все он хочет. Он хочет добиться, чтобы Всевышний нас простил полностью. Он ставит шатер под горой и молится, ходит. 40 дней он молился, просил Всевышнего простить народ. И дать нам скрижали опять. В общем, исправит ошибку. Всевышний говорит, что я помилую того, кого решу помиловать. Прощу того, кого я решу пожалеть. В общем, вот так. Вы некомпетенты во всех вопросах. Только я вижу, Всевышний говорит, картину мира. Поэтому, кроме меня, никто не знает полностью всей моей справедливости. В общем, Маше молится, молится. Всевышний говорит, все, поднимайся опять на гору. И Всевышний сказал, выруби себе скрижалии, такие, как первые. Первые скрижалии Всевышний подарил. Маше их получил готовыми. Здесь нужно было вырубить из цапфира. Где он взял цапфир? У себя в шатре он нашел цапфировую глыму. И вырубил из них скрижалии, такие же, как первые. И осколки этих скрижалей Всевышний ему подарил. Дело в том, что когда все уходили из Египта, каждый вышел с большим достоянием. И написано, опустошили они Египет. Но Маше ничего не взял. Он готовил людей к выходу. Он искал, где гроб Йосифа. В общем, он полностью был занят. Ему было не до этого. Теперь Всевышний дал ему осколки от этих сапфировых скрижалей. И теперь он тоже стал богатым человеком. Значит, Маше поднимается второй раз на гору. Всевышний прорезал на старых скрижалях то, что было описано на первых скрижалях. Маше 40 дней опять получает тору на горе Синай. Итого прошло 120 дней. Он ни хлеба не ел, воды не пил. В общем, невероятная ситуация. 120 дней прошло. И в Йом-Кипур он спускается. Это 10 число месяца Тишей. Он спускается. Несет скрижали. Сыны Израиля подошли, испугались, потому что лицо Маше стало светиться. Что-то невероятное происходило. Такого они не ожидали. В общем, Всевышний еще раз показал, что это он. Маше передал знания сначала Коинам, Огрону, его сыновьям, старейшим, а потом народу. В общем, передает тору. Куда скрижали поместить? Мы знаем из Лом-Якев. Он поместил скрижали в деревянный ковчег, который сам сделал Маше. Туда он их поместил. После этого, когда Бицарель сделает ковчег, обитый золотом, золотой крышкой с кругами, то потом скрижали будут там. А разбитые скрижали, по мнению наших мудрецов, будут в этом деревянном ковчеге, который сделал Маше. Это тот ковчег, который захватит Блештим. Это в ней пророки мы знаем. В общем, Маше получает все законы, передает народу. И один из законов, очень такой интересный, написано не вари козленка в молоке его матери. Не просто так, три раза в Торе повторим. Наши мудрецы говорят, это говорит о том, что мы не можем есть мясо с молоком вместе. Мы не можем извлекать из такой смеси какую-либо выгоду. И мы не можем вместе варить мясо с молоком. Вот три закона отсюда выходят. Как это на практике работает? То есть, если мы поели мясо, то на сегодняшний день, по большинству мнений, шесть часов мы не едим молочные продукты. Вот так это работает. Естественно, были раньше мудрецы, которые держали сутки. Это тоже известно нашей традиции. Есть люди, которые держат по-другому эту традицию. Это каждый спрашивает у своего раввина. Тут нельзя, что я сказал, так работать. Нет, каждый спросил у своего раввина и определяет, сколько часов держать. После сыра, если это твердый сыр, такой вязкий, как в Швейцарии, допустим, то тогда шесть часов после него тоже нельзя есть мясо. Есть такие продукты, как молоко или сметана. То есть, после них достаточно немного времени, потом прополоскать рот, и можно есть мясо. Так это работает. Такие законы. Мы должны знать, какие продукты относятся к молочным, какие относятся к мясным, какие продукты относятся к форве, не молочное, не мясное. Допустим, если берем яйца, то они не являются мясом, и не запрещено после яиц или перед яйцами молоко употреблять. Это все разрешено. Что касается рыбы, потория она тоже не является мясом. Вот так вот. Что касается птицы, это постановление мудрецов. Хотя птица не дает молоко, но постановление мудрецов, чтобы мы не ошиблись, не перепутали мясо птицы с другим мясом, мы тоже те же законы, что и с другими видами мяса не едим. После птицы молочные продукты, и перед птицей тоже осторожно. Вот так вот. Так это работает. Когда нам эти все знакомые известны, это можно выполнять. Не очень это сложно все. Главное, чтобы было у нас желание. А на сегодняшний урок наш день заканчивается. Наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мой Шабин Давид, Берта Бат Исраэль, Памяти Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Венефим, Здоровья Светлана Батклара, Шимон Бенесхак, Борис Бенмерия, Анна Батривка, Полина Первая Батсоня Сура, Лена Батклара, Женя Бат-Ида, Анна Бат Елена, Ефим Бенестер, Двера Батмиря, Моисей Бенева, Ирина Батворра, Йосиф Бенраиса, Инесса Батмаэль, Евгений Берта, Евгений Батита, Фира Батана, Геннадий Бенвера, Мой Шабин Маня, Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Малка Руд Бенцоня, Батсоня, Юлия Батбелла, Яков Йосиф Бенрахеев, Шимон Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Йосиф Бенфрума, Леор Бенклара, Рафаэль Бенклара, Хана Цепора Батсара, Ида Бенхая Авива, Ефим Бенцоня, Мая Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Бат Солид, Мазал Парнаса, Сгулай Рина Батрия, Рон Рей Бен Ри, Загороший Дух, Рон Рей Бен Двора, Низ Бен Ахум, Авигаль Батсара, Хана Батаврагам, Рафаэль Рилей Бен Лариса, Парнаса Эбрюд, Ладир Бен Рая, Марина Батрая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Проноса Кавана, Мазал Тол, Что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть закончится срочно Эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, Останется в Йом Ришон, В 15 часов, Шаббат, Шалом.